Девушки отдыхают Как вы себя чувствуете? Голова болит Вы помните, как вас зовут? Что со мной? Вы попали в аварию Травмы небольшие Уши бы, синяки Но на лицо сотрясение К тому же вы были без сознания Ну, так как вас зовут? Меня Я Я не помню Два кубика дексалгина Сереж, с ней все будет хорошо Хорошо Машина практически ничего не осталась Слава богу, была пристегнута Доктор Ну, что с ней, скажите? Ей очень повезло После такой аварии Она в сознании Однако сильно дезориентирована И есть признаки диссоциативной амнезии Подождите Она память потеряла? Ну, возможно, это просто Посттравматическая дезориентация Необходимо провести полное обследование Я с ней поговорить могу? Ну, хорошо Только муж Марина Марина Здравствуй Родная, ты Ты меня узнаешь? Я Я твой муж Сергей Простите Идемте Идемте, идемте Да-да Подождите меня в коридоре Я сейчас Ну что? Че не помнят? И То, что мы с тобой сделали? Я же сказал Ничего Ну, что? Ну, что? Ну, что? Возьми себе руку Когда заканчиваешь дежурство? Через час Ты же говорила К шести освободишь Ну, слушай Ну, так получается Здрасте 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 А че это ты с этим красавчиком здороваешься? Может, он тебе еще и букетик привез? В смысле? Ты чего? Это муж Марины Высоцкой Кого? Марины Высоцкой Того, которой память отшибла? Ну, да Что, до сих пор ничего не вспомнил? У-у Ничего А что? Что? История офигенная Главное, подкрепить фотками и все такое Ты серьезно? Серьезней некуда Надо взять у нее интервью Держите Спасибо Марья Владимировна Советую вам побольше гулять Возможно, вы узнаете знакомые места Что-нибудь из вашего прошлого Любое воспоминание Пусть даже самое незначительное Может сработать, как триггер Ну, поможет вам вспомнить остальное Хорошо Я постараюсь Ну, ты замечательный Спасибо вам, Виталия Борисович Огромное Ну, мы пойдем Пожалуйста Мой телефон у вас есть Если что, звоните Спасибо До свидания До свидания Ну, что? Ты готова? Да Пойдем Марья Марина Пойдем Марина Владимировна Здравствуйте Меня зовут Олег Бойко Я журналист и блогер Можно задать вам пару вопросов Вы ее муж Скажите, пожалуйста Как вы отнеслись к тому Что ваша жена потеряла память? Да отойди ты, господи Зачем так грубо? Алло Я как бы хотел просто задать пару вопросов Марин Марин, с тобой все в порядке? Да, все хорошо Олег Все Отпустил Садись в машину тогда Телефон убери Да, конечно Что ему было нужно? Не знаю Сказал журналист какой-то Ну что Вперед Олег Да хватит уже Пойдем Урод Выходи Давай помогу Спасибо Проходи Наша квартира Помнишь здесь что-нибудь? Не знаю Не уверена А где здесь в ванной? Вот здесь Марина 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 Родная Все в порядке? Да Сейчас иду Ты в норме? Да Я ужин приготовил Сейчас разогрею Поедим Спасибо Я не хочу Я плотно пообедала В больнице Врач сказал Что тебе Нужно погрузиться В атмосферу дома И семьи Вот Хочешь Я тебе покажу Наши фотографии Ты как? Хорошо Так Давай Присаживайся сюда Садись Сейчас Так Сейчас Одну секунду Вот это Наша свадьба Скромненько конечно Но Со вкусом Ты сама не хотела Шумного Торжества Так А Вот это мы На черном озере Я еще тогда Мангал утопил Когда помыть его пытался Помнишь? Нет А это кто? Это моя мама Она умерла В 2015 Инфаркт Мы кстати Неплохо ладили Я действительно работала В музей? Да Администратор Даже не могу представить себя Музейным работником Ну Видимо Поэтому Ты оттуда Уволилась Дома? Месяца Полтора Тому назад Сказала Что Хочешь Попробовать Себя В чем-то Новом Какие молодые Я Эта Яна А у меня есть Какие-то еще подруги Кроме нее Таких близких Нет Так Только Приятельницы А мы с тобой Хорошо жили? Да А почему у нас нет детей? Это из-за меня Я не могу иметь детей По медицинским показаниям Прости Целуй меня Что-то не так? Я, наверное Пока не готова Я понимаю Тебе надо Узнать меня получше Да? Что-то подобное Ты мне говорила Лет семь назад Когда Наш роман Только начинался Семь лет О, это по работе Сейчас Одну минутку Да, привет Да, могу Показал Она никого не узнает Но врач сказал Что память не вернется Слушай, я не хочу Больше это обсуждать Понятно? Пока Он мне великоват, кажется Он точно мой Конечно Конечно твой Просто ты Похудела после больницы Но вот это вот Мария Ты знаешь Мне, наверное Лучше сегодня Переночевать на диване Да? Спасибо Ладно, я Пойду Спокойной ночи Ладно, я Ладно, я Что случилось? Все в порядке? Плохой сон? Сейчас я воды принесу Сейчас Так Все хорошо, все хорошо На Что это? Выпей это Это успокоительное Врач прописал На случай Если будут Приступи Пани Ну все Все хорошо Все Тихо Все хорошо Я рядом Знаешь Я очень тебя люблю Сережа Сережа А у нас с тобой Точно никогда Не было детей? Точно Ты ложись Доброе утро Доброе утро Доброе Проснулась? А я приготовил Твои любимые Оладьи Садись Будем завтракать Держи Попробуй Так Сейчас Ну как? На кефире были бы воздушнее Можно еще мускат и карицу добавить Будет вкуснее С каких пор ты Разбираешься в готовке? А разве я? Нет В нашей семье гулинар я А я хорошая жена? Конечно А ты был раньше женат? Нет А как тогда ты можешь знать Что я хорошая жена Если тебе есть чем сравнивать? Ты шутишь И это хорошо Я хотела спросить Про ребенка Марина Мне кажется Мы договорились Мне приснился сон Там Был маленький мальчик Он был такой Я чувствовала Что это Мой Ладно Я Не думал Что мы Так рано будем с тобой Говорить об этом Мы с тобой хотели взять ребенка Из детдома Даже уже присмотрели одного Мальчика Но в самый последний момент Ты отказалась Я? А почему? Ну Чужой ребенок Плохая наследственность Никогда не знаешь Кто из него вырастет Вот так Какие у тебя планы на сегодня? Врач сказал гулять Буду гулять Ну вот отлично Кстати Я она звонила Хотела с тобой пообедать Почему тебе? Не хотел тебя будить Ты же спала Ты позвони ей Договоритесь о встрече Пообедайся Если ты конечно хочешь Я побежал на объект Давай на связи Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день Здравствуйте Мастер свободный есть? Да Конечно Пройдемте Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Привет Привет Ты перекрасилась? Ну да А с чего это вдруг? Не знаю Просто захотелось А что мне не идет? Нет Просто Как-то Непривычно Сколько помню тебя Ты всегда была блондинкой Я заказала нам кофе Я заказала нам кофе И по десерту Спасибо Как первый день дома? Честно Я говорю Сергей Я говорю Сергею Что потихоньку Память возвращается Но это все неправда Я ничего не помню Спасибо Не хочешь его расстраивать? Ну да он так старается Он мне часто снится Мне кажется Это как-то связано С чувством вины Я хочу Съездить к нему Съездить? А что сказал Сергей? А он не знает Чего? Я не хочу его лишний раз тревожить У него и так Много хлопот Ну я думаю Это Не очень хорошая идея Если я его не увижу Я с ума сойду Что? Тебе пора? Да А когда мы увидимся? В субботу Буду выходная И мы оторвемся по полной Не скучай И я расплачусь Спасибо Алло Привет Я только что с ней говорила Да Она хочет навестить мальчика А здесь хорошая кондитерка Что? Я говорю Здесь вкусные пирожные Ну да Ничего У вас тревожный вид? Что-то случилось? Нет А я думаю Да А вы что экстрасенс? Экстрасенсов не существует Я частный детектив А частный детектив Значит существует Как видите Ну а вы? Что я? Ну кем вы работаете? Ну вы же частный детектив Вот и угадайте Легко Вы бухгалтер Хотя нет Для бухгалтера вы слишком красивы Вы заучку А возможно даже директор Когда-то вы хотели стать актрисой Потому что внешность располагала Но потом решили, что Учить детей это как-то благороднее Вы стали преподавать? Да, химию Потом продвинулись по административной лестнице И вот вы директор лицея Ну что, угадал? Вы гений дедукции До свидания Я Максим Белозерский Вот моя визитка Спасибо, мне надо идти Майя Петровна Только вам Высоцкая Марина Хочет поговорить Пусть войдет Здравствуйте Здравствуйте Мы с мужем Присаживайтесь Спасибо Мы с мужем хотели взять Мальчика Колю Смирнова Ваш муж что? Опять перед домом? Мой муж? Да А разве Нет Просто Он решил еще раз все обдумать Понимаете После вашего отказа Коля очень переживал Плакал по ночам А сейчас он смирился Если вы снова дадите ему надежду Я все понимаю А можно хотя бы На него посмотреть? Посмотреть можно Вон он На игровой площадке с детьми А кто из них? Коля Смирнов Я что-то плохо вижу Вон он в серой шапке На скамейке сидит А у него темные волосы Да, темные И всегда были Да, конечно Простите, я что-то плохо себя чувствую Недавно попал в аварию Только из больницы Понятно Простите, что побеспокоило Мне надо идти До свидания Да ничего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Привет Привет, подруга Н это есть Соня Я уже вторую чашку допиваю Завтракать будешь? Нет 그리고 не хочу Тогда одевайся Потенем в кафешке поболтаем А потом прошавернемся по магазинам По магазинам? Я что, любила ходить по магазинам? Спрашиваешь? Так, пока не забыл, тебе надо выпить таблетку. Спасибо, я хорошо себя чувствую. Марина, лечение? Есть лечение. Держи, не спорь. Теперь свободна? Да. Развлекайтесь, девочки. Устала, аж ноги гулят. Ты как? Тоже устала. Неужели я и правда это как раз любила? Еще как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мариш? Что случилось? Такое ощущение, что все это было. Мариш, это называется дежавю. Я знаю, что такое дежавю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это воспоминание. Настоящее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем более ничего удивительного. Мы здесь с тобой и раньше бывали. Вот ты и вспомнила. А знаешь, это хорошо. Мариш, память возвращается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Только выглядит это так, как будто я схожу с ума. Глупости. Ты пережила аварию. Теперь восстанавливаешься. Слушай, пойдем перекусим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этих снах я брюнетка. Поэтому ты покрасилась? Наверное. А у меня есть красный шарф? Не помню. Вроде не видел. А мы с тобой были знакомы до моего замужества? Конечно. Ведь я вас с Сережкой познакомила. Правда? Как это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сережкина фирма делала мне дома ремонт. Ремонт был так себе. И я решила их начальнику высказать в лесу все, что думаю. Позвонила, стала ругаться. А Сережа взял трубку и сказал, девушка, вы так не переживайте, я приеду и сам все исправлю. ПОЕТ ПОЕТ Приехал. За день все исправил. Стал собирать инструменты и... Тут ты зашла. И я тебе его представила. Когда тебя увидел, он остолбенел. Почему? Почему? А слышала такое выражение? Любовь с первого взгляда. Вот это с ними случилось. Странно, что он выбрал меня, а не тебя. Ты такая... яркая. Да, мне тоже. Так... Так мы обе с тобой яркие. Мариш, тем более на тот момент у меня был мужчина. А так, пивай кофе и пойдем дальше. Хочу купить новые сапожки. ПОЕТ Как погуляли? Хорошо. А ты не знаешь, что у меня есть красный шарф? Красный шарф? Не помню, кажется, нет. Почему ты спрашиваешь? Я была в детдоме. Я была в детдоме. Я навещала Колю Смирнова, только не смогла с ним поговорить. Зачем? Я не знаю, просто... Я хотела его видеть. А еще я говорил с заведующей. Зачем ты меня брал? В каком смысле? Ну, ты мне сказал, что это я передумала Колю брать. Ты меня обманул. Я хочу разобраться. Ты обманул меня только в этом или еще в чем-то? Обманул? А может быть, я просто взял удар на себя? Это ты отказалась брать ребенка. И не смогла позвонить заведующей. А я позвонил, милая. И сказал, что мы ребенка брать не будем. И что это мое, и только мое решение. Об этом ты не думала, нет? Это правда? Ну, вообще-то это было наше с тобой общее решение. Знаешь что, моя дорогая, давай-ка мы с тобой договоримся. Мы больше не поднимаем эту тему, хорошо? Договорились? Угу. Ты прав. Ничего нет. Из-за этого нормальный материал не получится. Ну, прости. Я думала, это будет интересно. Да ладно, не парься. Если реальность скучна, нужно дополнить ее фантазии. Ну, как говорится, творчески развить тему. В каком смысле? В прямом. Тон, тон, тон. Поехали ко мне. Что здесь происходит? Почему ты достала старые вещи? Кое-что еще. Что ищешь? Я знала. Я знала, что он у меня есть. Марин, ты объяснишь мне наконец, что происходит? Если шерф это правда, значит, все остальное тоже правда. И мальчик, который мне снится, тоже правда. Ясно. Я принесу таблетки. Нет. Что нет? Мне не нужны таблетки. Марина, ты больна, надо лечиться. Я не буду пить таблетки, я не больна! Хорошо, как скажешь. Но завтра я позвоню врачу. Добавляет. Добрый день, мне нужен Максим Белозерский. Макс, к тебе клиент. Пусть зайдет. Добрый день. Добрый. Вы? Это временное помещение, в нашем офисе ремонт. Кофе, чай. Кофе, если можно. Присаживайтесь, я быстро. Лиза, сделай кофейку. Сделай сам, мне еще декларацию за тебя заполнить. Можем без кофе. Максим Алексеевич, мне нужно, чтобы вы разузнали об одном человеке все, что можно разузнать. Сделаем, разузнаем, все в лучшем виде, доставим. А кто этот человек? Это я. С этого места поподробнее. Вы думаете, что от вас что-то скрывают? Мне кажется, что вокруг меня происходит что-то странное. Эти сны. У меня чувство, что эта жизнь, она не моя. История, конечно, интересная, но, на мой взгляд, она объясняется немножко проще. Вы думаете, я сумасшедшая? Нет, вы не сумасшедшая. Просто слегка контуженная. Вы ведь ударились головой при аварии. Я зря пришла. Подождите, я же не сказал нет. Я вам позвоню. Угощайся. Все слышала? Угу. Что скажешь? Очередная городская сумасшедшая. В первый раз, что ли? Ну, не знаю. На сумасшедшую вроде не похоже. А что, если ее рассказ правда? Макс, ты себя слышишь? Слушай, ну, всякое бывает. Помнишь ту бабулю, которая сказала, что ее хотят украсть инопланетяне? Это нам с тобой смешно. А бабушка пропала. С концами. Макс, ты так скоро в снежного человека верить начнешь. Я и сейчас в него верю. Реликтовая обезьяна. Вымирающий вид. Ты сам вымирающий вид. Проверь. Во всякий случай. А вы, габы, не заходили, корабли? Нет, ничего хуже, сбрендившего начальника. Я все слышу. Что ты сказала? Это запрогибание. Марин. Все нормально, Марин? Да, просто задумалась. Что? Что-то не так? Ну, все нормально. Ну, почему вы переглядываетесь? Мариш, ты чего? Я? Я ничего. А ты чего? Ну, опять переглядываетесь. Ну, правда, вы как будто два здоровых у постели шизофреника. А может быть, я и правда шизофреник. А может быть, и вы шизофреники. Может быть, вас вообще не существует. Вы в моем сне. Я пойду. Куда? Не надо уходить. У нас столько вина. Давайте танцевать, праздновать, веселиться. У нас же все хорошо. Да, Сережа? Арина, хватит. Я пойду. Думаю, ты просто устал, а завтра созвонимся. Да. Пока. Пока. Я провожу. Мама! Послушайте, если она еще раз придет, вы, пожалуйста, не отпускайте ее. Даль, сразу звоните мне. Хорошо, хорошо. Договорились. Да, спасибо вам. Всего доброго. Ты думаешь, мы правильно поступаем? Думаю, да. Иначе она снова будет терзать и себя, и этого мальчика. А где она сейчас? Захотел прогуляться. Надеется, что может что-то вспомнить. А ты не боишься, что она вспомнит больше, чем нужно? Яна. Ну, в любом случае, не стоит ее одну оставлять надолго. Пока она полностью не восстановится. Вот с этим мы как-нибудь сами разберемся, хорошо? Ты для нее малознакомый мужчина. Дождись, пока она снова в тебя влюбится. А если не влюбится? Тогда придется ее убить. Глупная шутка. А кто сказал, что я шучу? Ну, что скажете, доктор? Что скажу? Ну, что скажете, доктор? Скажу со всей ответственностью, что вы рожали. Людмила Сергеевна, что делать, если у вас проблема? Бросил у любимого человека? Уволили с работы? Не получилось с новым проектом? Как это пережить? Прежде всего, попытайтесь не думать об этом. Сходите к кому-нибудь в гости, в театр, в кино. Но как-нибудь отвлекитесь. А если нет настроения, куда-то идти. Все равно попытайтесь как-нибудь отвлечься от негативных мыслей. Например, можно что-то приготовить. Какое-нибудь сложное блюдо, которое вы никогда в жизни не готовили и даже боялись к нему подступиться. Но я думаю, этот совет для тех, кто умеет, а главное, любит готовить. Почему же? Вовсе нет. Но я думаю, наши зрительницы воспользуются вашим советом. А мы пока отвлечемся на небольшую рекламу. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только сегодня, приобретая конструктор в нашем магазине, вы получаете мягкую игрушку в подарок. Держите, срок акции ограничен. Держите, количество акционного товара ограничено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я своему сыну такую же купила. Вашему сколько? Восемь. То есть семь. Ты до сих пор ей не сказал? Нет. Ты правда хочешь, чтобы к ней вернулись вспомнить? Да. Наверное. Я не знаю. Сережа. Если она не вспомнит, тогда никогда тебя не полюбит. А если вспомнит, то, возможно, возненавидит. Сереж, у тебя уже седой волос. Бедненький. Она постоянно говорит об этом мальчике. Я думаю, она снова к ним поет. Ты боишься этого? Я боюсь перемен, которые с ней происходят. Яна. Она меняется. А я... Я смотрю со стороны. Я ничего не делаю. Тогда придется тебе что-нибудь решить, Сереж. Я знаю. Вот это меня больше всего и пугает. Ладно, побежал. Снова вы? Зачем на этот раз? Я хочу встретиться с Колей Смирновым. Мы с вами это уже обсуждали. И все же мне нужно с ним поговорить. Послушайте, Марина. Я понимаю, что у людей меняются обстоятельства, желания, пристрастия. Но этот мальчик, он не игрушка. Он тоже чувствует. Тоже любит. Ненавидит. Он тоже страдает. Я все понимаю. Мне очень нужно с ним встретиться. Это очень важно для меня. И для него тоже. Я разрешу вам с ним поговорить не только в моем присутствии. И, пожалуйста, никаких обещаний и никаких подарков. Хорошо. Коля! Коль! Иди сюда! Привет! Как поживаешь? Коль! Ты чай, если хочешь? Нормально. А ты меня помнишь? Да, только с белыми волосами. Я тут кое-что тебе привезла, но нельзя ничего дарить. Я бы и не взял. Я понимаю. Коль! Прости меня, пожалуйста. За что? Вы же мне ничего понесли делали. Понимаешь, со мной случилась беда, я попала в аварию, и у меня амнезия. А это как? Ну, я ничего не помню. Совсем. Понимаешь, как мы с тобой виделись, как разговаривали. Ничего. А это правда? Я понимаю, что ты на меня сердишься. Но если вдруг ты сможешь меня простить, может быть, мы начнем все сначала. Так, все, хватит, идемте. Коленька, иди играй. Коля, тебе. Я думала, мы договорились. просто вы разрешили мне поговорить с ним, и я подумала... Зря. Я совершила ошибку. Вам не стоило приезжать. Может быть. Но я не могла не приехать. Простите. Здравствуйте. 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 Проходите, присаживайтесь. Кофе? Даже не знаю. Я принесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Серьезно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клиент хочет кофе. Что тут такого? Другим клиентам ты кофе не наливаешь. Так, я бы на твоем месте помалкивал, и в следующий раз кофе делаешь ты. Ясно? Пожалуйста. Спасибо. Ну, я навел справки. Вас зовут Марина Владимировна Высоцкая. Ваш муж Сергей Анатольевич Высоцкий. Спасибо, я это знаю. Замужем вы уже семь лет, в свадебное путешествие ездили в горы, катались на лыжах. Детей у вас не было и нет. Так, что еще? До недавнего времени вы работали в местном краеведческом музее администратором. Вот выписка из ЗАГСа о вашем замужестве. Вот копия трудовой из музея. Оттуда же характеристика и, между прочим, положительная. И заметка из позапрошлогодней газеты «Заря». Заметка? Да, подготовка к новой выставке «Быт шестидесятых». Там вы даже интервью даете. Ну и несколько официальных бумажек. Так это все? Да, все. Не густо. О некоторых людях и столько не наберется. Вы плохо поработали. В смысле? Здесь нет ни одного документа старше восьми лет. А что я делала восемь лет назад? А десять, а пятнадцать? Какой жизнью я жила? Вы не горячитесь, я не думал, что нужно копать так глубоко. Зря. Дайте мне шанс исправиться. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Кто это был? Клиентка. Макс у себя? Угу. Макс, к тебе женщина с косой. Хм, смешно. Привет. Привет. Среди рабочего дня прям. Ну я просто была рядом, решила зайти. Угу. А к тебе только что женщина заходила? Женщина? Угу. Ну да. И кто она? Ну, клиентка. Ну чего она хотела? Не могу сказать. Ну ты же знаешь, тайна следствия и все такое. Не ревной. Прости. Просто я очень сильно тебя люблю. Ну да. Ну а ты меня? Ну а как же? Ну так скажи это. Понимаешь, дело в том, что глубина моих чувств не мерить никакими словами. Лучше я докажу это действием. Два билета на галоконцерт в оперу. Макс. А как у тебя получилось? Пришлось продать почку. Ты просто волшебник. Ну да. Не обязательно. Я тогда пойду. А вечером увидимся, да? Пока. 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 Это что такое? Попробуй. Попробуй. Ну как? Вполне. Где ты это взяла? В ресторане заказала? Нет, почему? Сама приготовила. За полчаса все, что в холодильнике нашла. Подожди, ты же не умеешь готовить. У тебя даже яичница при горе. Ну... Наверное, не всегда. Витя... А ты? Я... Я уже поела. Я устала сегодня. Пойду спать. Прости. Марина. Марин. Ты снова была в детдоме? Да. Мне казалось, мы с тобой договорились. Прости. Просто этот детдом, он очень мрачный. Павлик там очень одинок, а я как подумаю, об этом сердце сжимается. Подожди. Как ты его назвала? Кого? Ну, этого мальчика. Коля? Нет, ты сказала, Павлик. Наверное, просто оговорилась. Извини, я устала очень. Поеду спать. Спокойной ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей, а откуда у меня вот этот шрам? Это от какой-то старой травмы. Кажется, ты обожглась в детстве. Да? Мне приснилось, что это татуировка. Нет, татуировок у тебя не было, ты уж мне поверь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК От кого это? Это Яна. Хочет встретиться, поболтать. Сергей, может быть, мне переехать? Снять квартиру или комнату? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Марина, послушай, это твоя квартира, наша квартира. Ты моя жена. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Марин, послушай, память вернется к тебе, обязательно вернется. Я буду ждать столько, сколько нужно, год, два, пять. Давай больше не возвращаться к этому разговору, хорошо? Хорошо, как скажешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пожалуйста. Хорошо выглядите. Спасибо. Вы написали мне, что у вас что-то для меня есть? Да, совершенно верно. Вот, держите. Список выпускников? Областное училище искусства и культуры. Ваш выпуск. Но вас там нет. Да, моей фамилии нет. А может, курс раньше или позже? Уже проверил. На три года в обе стороны. Пусто. Как же я устроилась на работу в музей? Где я работала раньше? Здесь тоже полный провал. Нет, информации о вас, конечно, полно, но только за последние семь лет. Такое чувство, что вы родились семь лет назад. У меня иногда тоже такое ощущение, как будто до замужества моей жизни не было вообще. А может, ну и эту прошлую жизнь. Наверняка в ней было мало хорошего, раз вы предпочли ее забыть. Новая жизнь, новые люди, новые отношения. Вы правы. Я должна попробовать. Я должна быть хорошей женой. Она тебе заслужила. Спасибо. А... Я вообще-то не это имела в виду. До свидания. До свидания. Она нашла у тебя хорошего настроения. А ты чего такая смурная? Мне кажется, я только что толкнул его в объятие чужого мужчины. Ты про мужа? Какой же у меня чужой? Ну, а какой? Она знакома с ним меньше месяца. Об остальном знает только по фотографиям. И что? Что и что, Лиза? Я сейчас забацаю фотку, где мы с тобой целуемся. И буду использовать это для того, чтобы завлечь тебя в постель. Тебе это понравится? Вряд ли у тебя это получится. Вот и я об этом же. Не, ну я идиот. Определенно. Эльцар, не разберите? Идиотар! Поехали. 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 Идем идиотари. Идем идиотари. Идиотари. Идем идиотари. Марина, привет, привет, почему здесь, не гонялась ко мне в офис, это не важно, я хотела тебе кое-что сказать, ты меня прости, пожалуйста, я все обдумала, так будет честно и правильно, я твоя жена, я, я буду тебя любить. Марина. Прости меня, пожалуйста, дай мне еще немного времени, совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. У нас сегодня будет презентация на новой выставочной площадке. Мэр будет, может быть, даже губернатор заедет. Ты пойдешь со мной? Даже не знаю, все-таки там будет мэр, губернатор. Вдруг я тебя опозорю, скажу что-нибудь не в попад, или кого-нибудь не узнаю. Скорее, скорее я тебя опозорю. Буду стоять рядом с тобой валенок-валенком. Скажи, вот как такая красавица с такого валенка замуж вышла? Ну, они же все будут на меня глазеть. Марин, никто не знает о твоей амнезии. Это правда? Ну да. Тебе надо работать? Да, надо бежать. Ты куда сейчас? Домой. Я много гуляла сегодня, устала. Ну, хорошо, тогда увидимся. Я побежал. Ну, все, пока. Марин, снова увидимся. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, Максим. Хотел вас спросить, как прошло примирение семейное? Нормально. Почему вы спрашиваете? Потому что вы моя клиентка, и ваша личная жизнь может отразиться на моей работе. Каким образом? Ну, вдруг вы завтра позвоните и скажете, что жизнь наладилась, и я вам больше не нужен. И попросите вернуть задаток. Не попрошу, если вы будете выполнять свою работу. А, насчет работы. Сходите в музей, поговорите с коллегами. Я бы мог сам, конечно, мне не трудно, но... Знаете как? Придут разговоры, слухи. Мудрый совет. Ага. Хорошо, я так и сделаю. Что-то еще? Еще я хотел пожелать вам спокойной ночи. Спасибо и вам. Спокойной ночи. До свидания. Фух. Фух. Ты смотри, наша беспамятливая на светскую вечеринку заявилась. О'кей. Супер. Супер. Павлик! Марина, извините еще раз! Марина! Простите, вы что не знаете? А после аварии с ума сошла? Марина! Марин, подожди! Марина! Мне не надо было сюда приходить! Марина, подожди! Я чувствую, что что-то происходит, я не знаю что. Я как будто раздвоилась. Есть одна Марина Высоцкая, есть другая. Может быть в меня просто слилась чужая душа? Какая-нибудь мерчая женщина? Ты себя-то слышишь? Господи, что я несу вас? Тихо, 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 тихо. Садись в машину. Садись, садись. Завтра к врачу поедем. Мы же у него были пару дней назад. И к Виталию Борисовичу по-другому. Ты ведь понимаешь, что ты больна? Ты это понимаешь? Вот и хорошо. Осознать проблему, значит уже наполовину ее решить. Если надо лечиться, значит будем лечиться. Денег я не пожалею. Марина, тише, тише, спокойся, спокойся. Мы справимся. Слышишь? Я тебя негде послышу. Ну что? Хотят поговорить с тобой. Со мной? Ну хорошо, я... Я быстро, ты тут не скучай. Случай очень сложный. Сложный, но и интересный. С профессиональной точки зрения. Как бы там ни было, но стоит поговорить о госпитализации. Хорошо. Что вы мне сказали? Сказали, что тебе нужно пройти курс лечения. Посоветовали хорошую частную клинику. Психушку? Да. Марин, не стоит так. Я не лягу ни в какую курс лечения. Марина, Марина, подожди, подожди, подожди. Боюсь, тебе придется это сделать. А что? Еще они предложили оформить опекунство. Подожди, подожди. Марина, Марина. Ты пока не в состоянии принимать взвешенные решения. Я буду принимать их за двоих, пока ты не выздоровеешь. Вот и все. Понятно. А почему там было несколько врачей? Что? Это было свидетельствование? Ты меня сюда не просто так привез, ты меня привез сюда на свидетельствование, да? Марина, 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 Марина. Я же тебе сказал, мы справимся со всем вместе. Я тебя не обману. Пойдем домой, пойдем, поехали. Высади меня возле парка, пожалуйста. Я хочу погулять. Мне надо собраться с мыслями. Ты же не думай, что я убегу. Куда мне бежать? Не настолько я сумасшедшая. Ну, хорошо. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Да. Если погуляю, буду чувствовать себя еще лучше. Марина, ты не думай, пожалуйста, о плохом. Это всего лишь клиника. Полежишь немножко, обследуешься. Я думаю, много времени это не займет. Вечером все обсудим, хорошо? Хорошо. Марин, я тебя люблю. Я тебя тоже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, теперь, подождите, правый выше, левый, вот, нет, нет, теперь правый выше. Простите, пожалуйста, я здесь раньше работала, меня зовут Марина Высоцкая. Да, это было, наверное, и до меня. Мне кажется, мы с вами где-то встречались. Вы были в офисе Максима Белозерского, правда? Да, я, я к нему обращалась по одному делу, но неважно. А я его невеста. Вот как? Угу. Простите, а как вас зовут? Лариса Николаевна. А, Лариса Николаевна, а вы не подскажете, где меня найти директора? А вот Татьяна Георгиевна идет. О, Мариночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы перекрасились. Вам идут? Спасибо. Давно вы у нас тут не были. Как уволилась, так и не приходила. Как у вас дела? Нормально. А это Лариса Николаевна. Она теперь работает на вашей должности. А это Марина Владимировна. Я вам рассказываю о ней. А мы уже успели познакомиться. Так, значит, я здесь работала. Да? Семь лет. Да, да. Простите. Говорят, вы попали в аварию, да? Да, пришлось немного полежать в больнице. А как сейчас самочувствие? Не совсем. После сотрясения у меня проблемы с памятью. А, какой ужас. Врач сказал это временно. Прекомендовал мне побольше гулять, общаться, что, собственно, я и делаю. Да. Татьяна Георгиевна, а можно я зайду в свой кабинет? То есть, в свой бывший кабинет? Ну, а зачем? Мне кажется, я что-то забыл там. Ну, конечно. Только я ключи Ларисы Николаевны сейчас возьму. Спасибо. А можно ящики открыть, посмотреть? Пожалуйста. Продолжение следует. Я, наверное, ошиблась. Извините. Да ничего, бывает. Марина? Добрый день. Привет. А это вы? Да. Собственной персоной. Люблю, знаете ли, в среде рабочего дня заглянуть в музей. Это мобилизует. Особенно, когда там работает невеста. Я познакомилась с Ларисой Николаевной. Насчет невесты я бы не торопился. Но не будем о грустном. Расскажите лучше о себе. Как здоровье? Потихоньку. Муж мне хочет психушку упечь. И оформить опекунство. Да ладно. Ты сумасшедший. Ерунда. Раздвоение личности. Чушь. А вы врач? Нет. Но за свою жизнь я повидал немало сумасшедших. И вы не похожи ни на одну из них. Марин, тут есть недалеко кафешка. Может быть, по кофейку? А невеста? Подождет. Идемте. Я была блондинкой. Помню себя почему-то брюнеткой. У меня есть шрам на плече от ожога. Мне кажется, что это татуировка. Еще мы хотели мальчика усыновить, которого зовут Коля. Во сне у меня почему-то Павлик. А я во сне Кристофер Боком. И что? Ну, это еще не все. Я никогда в жизни не умела готовить. Сейчас я готовлю почему-то лучше мужа. И я нигде этому не училась. Просто вот это во мне есть, как все остальное. А что, если ваш муж что-то замыслил? Поэтому я опеку над вами оформляю. Поэтому и таблетками пичкал. И, кстати, надо еще разобраться, что это за таблетки. Замыслил что? Я не знаю. Может быть, вы чем-то владеете, что он хотел бы прикарманить? Дом, машина, в конце концов. Так у меня ничего нет. Все мое имущество – это доля в собственственную квартиру. Крошечная дачка, шесть соток. Больше ничего. Из-за этого, мне кажется, людей до сумасшествия не доводит. Плюньте на все. Я вам говорю, вы не сумасшедшие. Как у вас все просто и легко. Все образуется. Привет, дорогая. Привет. Познакомься, это Максим Алексеевич. Да, Максим Алексеевич. Сергей Анатольевич, муж Марины. Кофе, пожалуйста, с собой сделайте. Американо. А Максим Алексеевич – муж Ларисы Николаевны. Она сейчас работает вместо меня в музее. Это правда? Истинно. Моя жена сейчас приболела. На носу такая выставка. Вот и она попросила меня посоветоваться с Мариной Владимировной насчет новой экспозиции. Значит, вы тоже музейный работник? Я у жены на подхвате. Понятно. Ты что, не закажешь? Нет, нет. Я обычно здесь кофе с собой беру. А вот и мой кофе. Ну что, я побежал? Вечером увидимся. Пока. Рад был познакомиться. Древний выон у вас. Спасибо, что подыграли. Да, пожалуйста. Ну, с женой. Это перебор. А свадьба скоро? Как вам сказать? Видела я как-то раз в себе на своей свадьбе. В кошмарном сне. Понятно. Мне пора. Простите. Спасибо. Рад был поветать. Да. Марина? Надо говорить с ней «да», а я тоже. Спасибо. Марина Владимировна. Марина Владимировна. Марина Владимировна. Ну, наконец-то. Мы с вами встретились. А вы… Я? Богалей Илья Ильич. Адвокат. Вы… Вы не помните меня? А я должен выполнить одно важное поручение, касающееся вас. Поручение? Да. Знаете, давайте прогуляемся. Я человек пожилой. Врачи советуют мне прогулки на свежем воздухе. Пожалуйста. Ну, хорошо. Ради. Тут осторожно. Я слышал о ваших проблемах. С памятью. Все действительно так серьезно? Да. Ну, что ж, я тогда начну с самого начала. Не знаю, помните ли вы художника Корнячука Валерия Борисовича? Если честно, не очень. Не очень. Это замечательный художник. Его картины есть в лучших частных коллекциях мира. Но, к сожалению, чуть больше месяца назад он скончался. Так вот, денежная часть его наследства, она немалая, была завещана благотворительному фонду Мечтай, а все хранящиеся в его мастерской картины Валерий Борисович завещал вам, дабы вы распорядились ими по вашему усмотренному. Вот подробная опись картины. А почему мне? Ну, Валерий Борисович считал, что своим успехом он обязан именно вам. Вы организовали его первую выставку на арт-площадке музея. Вы пригласили журналистов, прессу, познакомили его с критиками. Вы обеспечили ему бойкий такой старт, а все остальное уж он сделал сам. А эти картины, они... В наличии. 15 картин и 40 графических работ. Их суммарная стоимость, по самым приблизительным, конечно, по счетам, около полумиллиона долларов. Сколько? Полумиллиона долларов. Когда это стало известно? Что ему? То, что он мне завещал картиной. Мы говорили об этом с вами и с вашим мужем около месяца назад. Потом случилась эта авария. Я пришел чуть раньше, но Сергей Анатольевич запретил мне вас тревожить. Вот я и не тревожил. Сергей Анатольевич? Да. Подождал бы еще, но нужно оформлять документы. Скажите, а можно посмотреть на эти картины? Конечно. Поехали. Поехали. Проходите. Так, значит, мой муж был в курсе. Конечно. А мне ничего не сказал. Ну, полагаю, не хотел вас лишний раз волновать. Я бы и сам повременел, но сроки. Сроки поджимают. Вам необходимо вступить в права на следство. Я слабо разбираюсь в живописи, но мне кажется, нарисовано здорово. Да. Это очень хорошо. Срок. Продолжение следует...